привет мои хорошие привет 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 только недавно приезжал курьер привез мне мое мясо вот в таких пакетах все расфасовано так вот пакетики немножко и вот такой огромный пакет в общем не это надо сейчас все быстро разобрать так я заказывала себе в интернет-магазине в курином курином интернет-магазине будут пакетики для для мусора надоело мне ходить по магазинам выискивать какие-то там куриные части в общем решила все заказать у них там есть как заморозка так и не заморозка заказала себе по 80 рублей килограмм куриные шейки вот с них можно варить супчик их можно тушить с капустой в общем кто любит таков все свеженькая срок хранения хорош все свеженькая так заказала две упаковки таких вот таких по килограмму по 800 грамм получается мне даже вышло дешевле чем 80 рублей вот единственное только сейчас я принесу чек так вот у меня получилось по 800 грамм по 800 грамм по 90 рублей по 90 рублей упаковка получается но это примерно где-то 100 с чем-то рублей килограмм но это недорого так сразу я сейчас уберу морозилку шеи а и еще тут у меня отрежу мне кажется это очень выгодно не надо нигде ходить я последнее время потому что ну нигде не могу найти хорошую курицу не в перекрестке не не в пятерках у нас тем более так заказала бедро бедро я тоже срок годности хороший до 20 я его тоже отправлю заморозку бедро лоток был скажу вам цены может быть вы сравните на цену со своей курицы вот бедро лоток такой лоток 750 грамм по 150 рублей это очень выгодно я думаю потому что последний раз когда я брала бедра мне кажется они были дешевле очень свежие даты изготовления и также срок годности до 20 числа это у нас уже идет охлажденка но я его заморожу вот потому что пока буду готовить грудку заказала творожный сыр захотелось мне попробовать вот такой творожный сыр его в принципе можно купить в диксе я видела такой сливочный творожный сыр какой-то вот ну вот ну вот тоже свеженький до 6 22 года я так поняла творожный сыр из феты вот его можно даже добавлять наверное кусочками небольшими вот что тут написано из фе и сфер из феты наверно но не знаю вот тут что-то написано но заклеена вот из фе и заклеена так сыр производства должен быть изготовитель республика беларусь так вот у нас белорусской лавки такого сыра нет но я видела вот этот крем но вон в диксе я подсела на него на такие творожные сыры именно на сливочные но можно с какими-то добавками я их мажу на хлебцы девчонки такая вкуснятина вот можно на лаваш в принципе можно вот на такие хлебцы я прям делаю на завтрак прям намазала два хлебца с таким творожным сыром очень-очень вкусно и такой творожный сыр 146 рублей что-то мне просто это дороговато как-то надо посмотреть в диксе почем 200 грамм в общем заказала то у меня тот же мой подходит к концу так заказала два сыра это тоже белорусское производство легкие сыры вот такие здесь по 230 грамм я сейчас опять перехожу на легкие сыры сыр легкий 30 процентов в общем перехожу на то питание которым я питалась три с половиной года назад вот и когда очень хорошо скинула вес когда у меня уже была такая радость что я на весах видела две цифры вот когда у меня уже вес было 99 98 и я вот дура положила на себя как говорится заложила на себя руки все это похерила можно так сказать ну сама виновата надо было так и продолжать в том же духе а я опустилась во все тяжкие но ничего страшного питанием как говорится наладим свое здоровье потому что девчонки я повторюсь вам еще раз кто меня не понимает девочки сейчас я скажу вам сколько стоит легкий сыр легкий сыр стоит по 150 рублей за одну такую штучку это недорого за двести тридцать грамм это недорого буду к торбродики или так два кусочка на завтрак вот кто меня не понимает кто всегда был худой и стройный вот я не хочу похудеть до такого состояния чтобы быть худой и стройной как 52 килограмма мне это не надо я хочу я худею для своего здоровья я правильно питаюсь для своего здоровья я очень надеюсь что есть все же на свете такие люди которые меня понимают я не худею и чтобы стать худой вот это скажу вот так не худею чтобы стать худой я худею чтобы у меня было здоровье потому что лишний вес темой прямом состоянии он здоровья не прибавляет и мне надо чуть-чуть сейчас скинуть чуть-чуть под убрать этот живот потому что понимаете начинается отдышка начинаются всякие проблемы с суставами вот и это не есть хорошо а худеть для того чтобы знаете похудеть и ничего не есть это не про меня не про меня я худею для здоровья значит в моем рационе будет и белок значит моем рационе будут углеводы значит моем рационе будет клетчатка салаты и практически все продукты но они будут в умеренном количестве и если вы хотите видеть тут недоедающую какую-нибудь даму которая не ест пьет одну воду и стремится к весу там сорок семь пятьдесят это не моё девчонки не моё потому что в моем состоянии при таком весе сорок семь килограмм тоже могут возникнуть проблемы в первую очередь мы хотим быть здоровыми и уж вот ну а у меня и все я больше не хочу я хочу быть просто здоровая а здоровая это значит надо не допускать чтобы твой вес вот так критично поднимался вверх мой как бы критично вверх не растет я вот за три с половиной года вот это наела мне кстати идут весы не обязательно вам покажу и уже тогда полноценно начнем там с рецептиками что не ну уже питаться дальше я взяла огромный такой лоток то из-за чего я делала заказ тоже очень хорошей куриной грудки куриная грудка без кожи без кости большое филе тушки цыпленков не содержит гмо производства белоруссия минская область так что белорусские курочки я надеюсь они самые вкусные вот заказала еще вот такой сыр моцарелла gold хорошо плавится легко тянется вкуснее в горячем виде не растекается очень мне нравится что они вот так упакованы пускай у меня лежат цена хорошая здесь почти полкило и почти полкило вот это белорусский сыр я его всегда тоже беру моцареллу белорусской лавки она очень вкусная и и даже просто так кушаю 250 рублей вот полкило я считаю это не очень дорого он примерно столько же килограмм и стоит и взяла огромный лоток а я вам не сказала у меня получились лотки там написано у них на сайте что он в общем лотки от двух с половиной до трех килограмм они весовые это охлажденка в общем у меня получился лоток с куриной грудкой на 2 килограмма 176 грамм и лоток с ножками я еще взяла вот такие мясо птицы голень цыпленка вот такие голени они были там по акции 180 рублей 185 рублей за килограмм грех было не взять девчонки грех не взять потому что то же самое я буду снимать с них мясо с косточек можно варить бульон я буду их тоже варить эти ножки разделять на мясо отделять от косточки убирать кожу и тоже кушать в общем ну сколько там по граммовке калорийности положено кушать вот я теперь все опять в этом в телефоне отмечаю в общем взяла здесь у меня два килограмма и куриная грудка вот эта куриная грудка без кожи без кости стоила триста тридцать шесть рублей килограмм я взяла два килограмма 2 200 у меня получилось на 700 чем-то рублей что я сейчас хочу сделать во первых сроки годности очень хорошие мне очень нравится мне надо отложить мне надо отложить три филешки я хочу сделать такой вкусненький рецептик один очень вкусный рецепт сейчас я возьму нож во первых давайте но понюхаем в этой организации я заказываю все свеженькое вообще пахнет такой с ладусичкой курить кай все свежее я сейчас что сделаю сейчас посмотрю какое-то количество филе оставлю мне нужно приготовить очень вкусный полезный диетический рецепт который вам понравится который вы обязательно увидите на кулинарном канале остальное я все сделаю порционно разложу пакетики и отправлю в заморозку почему порционно девчонки я не буду ее понимаете когда что-то кушаешь каждый день хочется чтобы у тебя было какое-то разнообразное питание и конечно же я не собираюсь куриную грудку как оглашенная давал тела есть каждый день для своей диеты нет конечно же конечно же какие-то будут обязательно рецепты рецептов полезных будет очень много вот я постараюсь по крайней мере чтобы рецептики все были полезные вот с минимальным вообще содержанием говорится маслом у которого я в принципе так не использую вот и я буду доставать прям вот я сейчас разложу посмотрю наверное по три филешечки и я буду доставать и порционно и и готовить вот сегодня хочу грудку готовлю завтра хочу ножки готовлю там послезавтра хочу хочу в потолок плюю хочу напомню но это шуточка шуточка такое небольшое отступление так я думаю филешки патри но хочу сказать она не очень крупная знаете бывает гигантская грудка у курицы нет это не очень крупная прям такая хорошая такой хороший запах я прям по три филешечки сейчас посмотрю поскольку это можно а снизу снизу тоже очень свеженькая это мне на рецепт вот прям такие маленькие вот так я вот прям по столько тут примерно где-то буду по 400 грамм потому что но нам на двоих я буду примерно где-то по 400 грамм сейчас я даже достану весы это будет одна порция 200 грамм если мне например захочется что-то приготовить сейчас я взвешиваю до 400 грамм вот я наверно вот по столько и буду расфасовывать 400 грамм на двоих по 200 грамм я потом еще проверю калорийность вот по 200 грамм грудки нормально я вот по столько и буду распасовывать все очень удобно сейчас распасую никогда не оставляйте в лоточке вот так вот расфасовывайте в свои пакетики и относите в холодильник так это я уже могу выкинуть посмотрю если мне понравится я теперь всегда буду заказывать по крайней мере по цене вот так вот зарплаты заказал у тебя всегда есть курица не надо носиться более я свинину не ем из говядины я буду есть только постную говядину вот только пост на сколько же мне надо на рецепт я вот на рецепт немножко возьму тоже 400 грамм наверно тоже 400 грамм вот вот столько возьму на рецепт да это даже наверно много вот столько все это сюда и вот 400 грамм опять я расспасовываю не мою не мою прям вот так расспасовываю и тут ребрышки попались грудки но я их уберу попались ребрышки мыть буду потом вот так сейчас мне надо два пакета наверно сразу открывать и также разного раз фасую по несколько ножек голени вот еще один пакет я его заворачиваю вот примерно чтобы были такие смотрите одинаковые пакетики вы достали я буду скорее всего готовить все с вечера язык лоханулась так с контейнерами обалдеть заказала же контейнеры сейчас вам расскажу вы упадете заказала контейнеры чтобы вот сразу с вечера расфасовывать по контейнерам и так лоханулась смотрите какие мне контейнеры пришли посмотрите ну что сюда расфасуешь 200 миллилитров о лоханулась сейчас перезаказала заказала другие контейнеры но эти не буду возвращать потому что ну знаете так вот ну все же один помидорчик положить оливочки положить тем более если я буду кушать свои худеем за неделю у меня там доесть надо то в них в принципе хорошо умещается 200 миллилитров вот этого супчика либо кашки либо второго блюда худеем за неделю поэтому можно брать даже с собой это даже вот так что я немножко немножко так не туда посмотрела и заказала такие контейнеры меньшего объема но ничего страшного все и у меня там осталось тут осталось еще на один пакетик вот смотрите сколько у меня получилось я расфасовала сделала четыре три три мешочка расфасованной ой свеженько свеженько никакого девчонки не духа на я говорю в этой организации заказываю впервые полезла там куда-то и нашла как она называется рекламка мне попалась рекламка я думаю почему бы и нет я эту продукцию покупаю я эту продукцию покупаю на сайте прям там написано сайт производителя думаю почему бы не заказать не надо ходить где-то выискивать вот смотрите что у меня получается у меня получилось я оставила себе грудку на рецепт на рецепт дальше и сделала сформировала три пакетика порционных уже это на двоих вот достала приготовила достала приготовила все это очень-очень удобно это очень-очень выгодно так дальше это я это я выкидываю это я выкидываю лоточки дальше следующее давайте я ножки ножки то же самое я пока готовить не собираюсь я их замораживаю сейчас сразу пакет давайте мухать ножки мухать ножки заказываешь в интернете особенно мясо какие хорошие никакой вони отборные девчонки отборные ножки не очень крупные видно что курица была какая-то такая не гигантская вот сейчас я сразу четыре пакетика вот так сделаю и сразу распасую ножки зато достала на супчик на бульончик бульоны куриные нужно кушать специально даже нужно кушать специально я бы так прямо сказала что нужно кушать специально куриные бульоны очень хорошо для легких вот просто даже отвариваете как я делаю я отвариваю курочку туда немножко морковки без всякой картошки сейчас начнется лето пойдет кабачок я в принципе могу и так себе кабачок для супа купить там одна штука за 30 рублей 40 рублей как говорит она в бюджете не сделает вот поэтому я и так могу купить но и какой-нибудь лапшу я последнее время в куриные супы либо гречневую либо вот эту лапшу дон прям чуть-чуть поломала вот так вкусно на двоих развела и хорошо сейчас приду вот ножки так и расфасовываем ножки так ножки я тоже не буду мыть такие они немножко волосатенькие ничего страшного я потом когда я буду я все хорошо промываю ножки маленькие небольшие у меня здесь два килограмма я наверно буду делать по 6 ножек так 3 4 5 6 по 6 ножек потому что и на бульон и на второе повторюсь это на кожу я буду убирать если буду готовить эти ножки это по-любому она будет убираться если буду готовить на двоих ножки небольшие по три ножички нормально мясо буду с них срезать кожу оставлять немножко волосатенькие но я курицу никогда не ем какая волосатенькая какая волосатенькая я это все убираю я потом да все убираю мою так что ничего страшного так по 6 сейчас посмотрю сколько тут будет по 6 так раз два три три по 6 и в одну 4 это на бульон сюда 4 положим это на бульон тогда будет у меня 4 вот в таких лотках все привозят глубоченных это что касается охлажденки ничего никакого запаха постороннего нет в общем рекомендации по приготовлению подвергнуть термической обработки ну понятно беларусь беларусь штамп ветнодзора вот на это есть штамп ветнодзора так что в общем я очень довольна ну можно сказать так на месяц я закупилась смотрите у меня сколько получилось немножко наклоню вас смотрите сколько у меня получилось пакетиков в общем сейчас я у меня получилось три пакета по шесть штучек вот давай маленькие в них мяско мало я думаю как раз будет нормально и один пакетик четыре штучки это на бульон это на бульон я его вот так сложу это на бульон все заворачиваю завязываю отношу все в морозилку курьер принес все было очень холодная видать машина с холодильником все было прям очень холодная так что все свежее вот я сама знаете вот мне кто-то там писал и девочек я боюсь заказывать мясо где-то в магазинах я не боюсь я постоянно заказываю мясу и свежую охлажденную рыбу сами знаете в этом интернет-магазине перекресток постоянно там заказываю с мясом вот с таким именно такого плана у меня впервые я где-то заказываю вот это у меня впервые но надеюсь и дальше буду заказывать потому что вот опыта такой удачный мне хватит на месяц наверно точно хватит теперь можно не заботиться не искать курицу достал приготовил курицу я буду есть только в отварном или запеченном виде либо еще могу на пару буду делать на пару поэтому я думаю это нормально но конечно же кожа всякая кожа будет убрана у меня получилось четыре пакета до четыре пакета с ножками 2 килограмма я сейчас убираю покажу вам оставайтесь со мной покажу вам что купила в бозоне так и заходила сегодня в озон в общем купила еще упаковку гречки вот эта гречка мне очень понравилась это в диксе продается гречневая крупа вот это зернышко к зернышку изготовлена под гост пропаренная вкусная такая крупа я купила еще одну упаковку потому что я думаю это у нас быстро закончится я сейчас гречку запариваю часто и много также купила себе веган всего 27 калорий вот такие вот с кленовым сиропом с пророщенными зернами рисовые цельнозерновые хлебцы я вам уже сказала я их на завтрак вот сейчас положу я их как делаю на завтрак делаю себе чай либо кофе с молоком я купила обезжиренная 2 процент ну не обезжиренная жирностью 2 процента но не обезжиренная вот беру два хлебца пажу их творожным вот этим сыром дальше в озоне я заказала контейнеры при ноутман же так лагануться заказала три контейнера думаю буду расфасовывать гречку салат сразу заготавливать на следующий день контейнеры оказались даже меньше чем с ладошку я сейчас перезаказала в общем но я заказала контейнеры конечно хорошие вот эти вот люминарк они у меня не пропадут они с очень толстым таким добротным стеклом в принципе я тут могу запаривать себе свою еду ну лоханулась честно лоханулась но в принципе если что оливки сюда можно какой-то сыр можно сыр пармезан натереть чтобы уже не тереть его постоянно натер так раз плотно закрываются сохраняют аромат все сохраняют ну ладно девчонки лоханулась перезаказала контейнеры контейнеры придут теперь только 17 числа но ничего страшного я эти помою мне вообще надо уже разбираться в шкафах везде разбираться так заказала льняное масло девочки очень очень полезное льняное масло взяла специально вот в такой вот темной бутылке свежая что самое прикольное но масло как раз содержится и омега-6 и омега-3 поэтому это очень вкусно оно конечно вот к нему надо привыкнуть его такой специфический горьковатый вкус но я им буду гречку поливать и можно даже так по одной столовой ложечке употреблять это очень очень полезно и для кожи и для волос и для ногтей и для всего 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 потому что сами знаете когда худеешь нужно пополнять пополнять свой организм какими-то еще дополнительными витаминами поэтому льняное масло это очень необходимая вещь для моего похудения вот для моего питания скажем так поэтому я взяла его причем добавляют и в супы и во вторые блюда в творожные любые десерты комбинируют его со сметаной или майонезом вот его можно кстати с греческим йогуртом делать в общем да 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 и смотрите прием льняного масла полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний гипертония атеросклероза рассеянного склерлероза болезни суставов вот в блюде преобразуется в легкоусваимую форму великолепно сочетается с квашеной капустой с рисовой гречневой каши вот я для гречневой каши и взяла покажу вам этикетку может быть кому-то захочется но я набрала прям вот льняное масло в стекле девчонки вот такая с василечком так и заказала себе вот такой скрабик у меня скраб я постоянно пользуюсь абрикосовыми косточками но он если честно не для использования каждый день потому что у него очень такие жесткие скрабирующие частички сейчас я это уберу у меня опять столько пакетиков а этот пакет уже все я разрезала он его слишком туго завязала вот и это сапку и это самое и на каждый день я взяла вот такой скраб от чистой линии уже не с абрикосовыми косточками но они такие прям ядреные ими раза два в недельку если так скрабироваться это уже нежный скраб с малиной и косточками клюквы для сухой чувствительной кожи вот он подходит как раз на каждый такой день применения ну вот через день нежно очищает придает гладкость гладкость мягкость в общем заказала чтобы тем скрабом не пользоваться каждый день это тоже выкидываю я уже такой брала такой брала у него прям такие нежные нежные шелушинки такие как косточки вот вот такой скрабик все мои хорошие на этом все я побегу потому что у меня еще нужно мыть посуду посуду я не мыла вон у меня посмотрите целая он раковина забитая курицу сейчас буду порадовалась я курицы сейчас я ее замариную обязательно сниму вам очень классный классный рецепт такой диетически похудательный поэтому оставайтесь со мной также заходите на кулинарный канал в гости кому нравится оставайтесь пока пока